всем привет дорогие друзья в сегодняшнем видео мы приготовим изумительный муссовый десерт в стакане пока у нас еще лето тепло хочется чего-то легкого а так как изобилие ягод и фруктов то можно готовить вкуснейшие десерты на основе полезных ингредиентов добро пожаловать ко мне на кухню первым делом приготовим йогуртовый мусс для него нам понадобится 160 граммов жирных сливок вбиваем их с помощью миксера до состояния полувзбитые сливки берем жирностью 33 процента и обязательно холодные поставлю сливки пока в холодильник 80 граммов маскарпоне комнатной температуры соединяем с йогуртом у меня это греческий 2 процентный йогурт без вкусовых добавок маскарпоне 80 грамм греческого йогурта 140 грамм и перетираем в однородную массу без комочков с помощью венчика вливаем жидкий мед лучше взять цветочный мед если не хотите слишком выраженного такого медового вкуса если хотите чтобы вкус был насыщенный возьмите гречишный мед если у мед у вас засахарившийся можно разогреть его в микроволновке или на водяной бане я беру 40 граммов меда 5 граммов желатина я предварительно залила холодной водой 30 миллилитров и оставила в холодильнике для набухания на минут 20-30 теперь распущу желатин в микроволновке можно это сделать и на водяной бане распущенный желатин соединяю с небольшим количеством подготовленной массы перемешиваю и затем вливаю тонкой струйкой постоянно перемешивая к общей массе и вводим взбитые сливки два приема в принципе масса достаточно густая можно сделать это и в один прием как только все объединится больше не вымешиваем чтобы не утратить взбитость нашего мусса я подготовила 6 стаканчиков и теперь разливаю мусс поровну в каждый стаканчик можно предварительно взвесить весь мусс и разделить по весам для удобства распределения мусса я приняла его обратно в кувшинчик и теперь нам понадобится кокосовый дакуаз я выпекала его для своего торта рецепт этого торта скоро будет на канале и также рецепт кокосового дакуаза можно использовать обычный бисквит нарезала кубиками небольшими утапливаю кубики в мусс количество бисквита выбирайте на ваш вкус если вы любите больше можно добавить больше если меньше бисквита добавляйте несколько кусочков и после этого отправляем в морозильную камеру чтобы мусс схватился и можно будет заливать второй слой приготовим малиновый мусс для него мы возьмем малину свежую можно взять также замороженную малину добавляю к малине сахар 60 граммов если малина замороженная то больше ничего добавлять не нужно если же малина свежая добавим одну столовую ложку воды все перемешаем и отправим на огонь прогреем до растворения сахара сахар растворился малина прогрелась процеживаем ее через сито для того чтобы избавиться от косточек набухший желатин у меня здесь 5 граммов желатина который я залила холодной водой 30 миллилитров распущу в микроволновке и добавлю в подготовленное малиновое пюре можно было принципе сразу добавить в горячую малину и потом уже процеживать 70 граммов маскарпоне комнатной температуры разомну перемешаю и соединяю с малиновой массой малиновую массу вводим постепенно оставлю эту массу пока в сторону и взобью сливки взбиваю сливки до пиков и увожу малиновую массу малиновая масса к этому моменту должна остыть примерно до 30 градусов добавлю малиновую массу к сливкам в три приема на этом этапе буду вымешивать венчиком так сохранится лучше текстура сливок и наш малиновый масс готов вот такой вот он красивый получается и воздушный и разливаю малиновый масс по стаканчикам в этот масс также утапливаю бисквит для всех стаканчиков я использовала 80 граммов бисквита до куаз и отправляю снова в морозильную камеру чтобы малиновый слой охладился и стабилизировался пока малиновый масс застывает мы приготовим последний наш третий слой это будет малиновый конфитюр делаем его специально таким тоненьким сладеньким слоем чтобы он придавал больше сладости нашему десерту так как и малиновый мусс и йогуртовый мусс достаточно такие легкие и не очень сладкие беру 160 граммов малины добавляю 90 граммов сахара всыпаю 10 граммов кукурузного крахмала и вливаю 50 миллилитров воды все это перемешиваем и отправляем на плиту когда масса закипит проварим еще около 1 минутки она должна быть вот такая вот густая и блестящая даем остыть малиновый наш джем остыл практически до комнатной температуры малиновый мусс тоже застыл и распределяю сверху малиновый джем наш и отправляем в холодильник до подачи верхний слой не застынет он и будет таким жидковатым если вы хотите чтобы верхний слой застыл то вместо крахмала добавьте пектин если будете брать цитрусовый пектин и наш то можно взять его в два раза меньше мой десерт хорошо охладился посмотрите какой он получился красивый и аппетитный сверху украшу его малиной и мятой и и и и и Продолжение следует...